Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и просто человек, который просто зашел на это видео. В этом видео я продолжаю вам рассказывать о процессе разработки игры After Complex, которая выйдет скоро, по мнению стима, но это не точно. Также можете добавить ее в список своего желаемого, чтобы отслеживать новости и не ждать выпуска моего видео. Итак, новости разработки номер 14, в котором нам разработчики показывают первую из многих детализированных моделей танков. В After Complex, под названием Т-72Б, модификация Б с динамической защитой башни, в которой они надеются будут готовы к штурму поля боя и крушению линии фронта врага. Но детализация довольно хорошая, это уже уровень, можно сказать, склада по большей степени, потому что в складе, в принципе, движок тот же самый. И, в принципе, здесь видно уже ингейм детализацию, ингейм модельку, а также на рендере. Но они не очень, кстати, отличаются, но это уже при естественном освещении движка. Как пишут разработчики, со временем они планируют добавить ассортимент моделей танков для различных фракций, которые, по мнению разработчиков, должны понравиться поклонникам аналитических центров. Если у вас есть какие-либо указатели, либо предложения, которые можете довести до нашего сведения, не стесняйтесь записывать их здесь. И есть ссылочка на Twitter и сервер Discord. Да-да, у них есть Discord сервер. Кстати, ребятушки, я связывался с разработчиками и комьюнити менеджерами этой игры и хотел у них попросить доступ к демке, которая есть у них в стиме. Но, к сожалению, мне не дали по причине того, что сказали, та демка, которая есть в стиме, довольно устарелая, то есть билд устарел. И нет смысла давать к нему доступ, потому что это будет только минус пиар для этой игры. И что мне сказали, что довольно скоро выйдет открытая демка. Хочу напомнить, это будет не тест, ничего, это будет открытая демка. Там будут доступны все вот эти вот фичи, такие как фрагментации пули. Давайте посмотрим, как у нас рикошет задействованный. Здесь не только будет рикошет визуальный. Вот эти вот, видите, лучи, которые уходят из, ну это уже включили так называемую траекторию полета пули. И если здесь будет находиться человек, либо же игрок, его будет ранить. При рикошете будет получаться небольшой урон. Насколько это будет сделано качественно, это мы посмотрим, понятное дело, при тестах. Но то, что такую фичу у нас ввели, это будет на самом деле прикольно. Прикольно. Давно я не видел, чтобы от рикошета получался урон персонажу. Переработали они, значит, еще трассера. Что они пишут? Мы также улучшили трассеровщики различными способами. От тщательного изучения свойств различных типов трассеров и того, как они работают. Цвет, изменение цвета, длительность и так далее. До симуляции отскока трассеровщика, который иногда происходит, когда трассирующий снаряд не работает, не проникает. Не рикошетит и не разбивается при ударе о поверхность. Что часто приводит к тому, что они подпрыгивают и продолжают гореть в земле. Что может стать опасностью пожара, если вы не будете осторожны, всегда соблюдайте правила безопасности на дистанции. Причем тут пожары, я к сожалению не могу понять. Неужели будет поджог травы? Ну, было бы, конечно, интересно на все это посмотреть, но я не думаю, что это будет какая-то рабочая система. Давайте-ка посмотрим, как работает БМП. То есть, ну, довольно приятно, приятно, ребят. Почему бы и нет? БМП стреляет различного вида трассера. На дальности они меняют цвет, как вы можете заметить. То есть, сначала здесь вот такое зелененькое вылетает, а на дальности уже переходит в красное. Так, кто у нас стреляет? Это у нас стреляет человек с калашом. Кстати, довольно правдоподобно сделано. Мне очень нравится. И мне нравится, что здесь на довольно дальнюю дистанцию они стреляют. Как в складе, что все сделано на 200-300 метров. Дальше ты из-за тумана этого просто ничего не видишь. Но опять же, это все будет упираться в оптимизацию. Как они справятся с оптимизацией, это тоже будет большой вопрос. Теперь посмотрим, как трассер работает при отскоке от поверхности. Вот, видим, да, что трассер иногда отскакивает, иногда отпрыгивает. Вот сюда вот пуля как-то закручивается и трассер отскакивает. Ну, это, видимо, что немножечко, конечно, заскриптованное. Как-то оно однообразное. Ну, в принципе, партиклы такие уже хорошие. Также нам показалось, что могут быть рикошеты еще и от RPG. На примере, RPG-22. Довольно интересная система. Насколько это, опять же, правдоподобно? Ну, раз разработчики внедряют такие вот системы, значит, они как-то это видели и где-то почерпнули эту информацию. Но, видимо, действительно рикошетит RPG и все в этом роде. Причем он рикошетит от земли. Не думайте, что пули единственные снаряды, подверженные отскоку и рикошету. Снаряды, которые имеют профиль, который может сделать их уяземным для рикошета, такие как боеголовки советских RPG, которые при малых углах могут попасть в поверхность перед взрывателем, теперь могут рикошетить и в афтер-конфликте. Давайте-ка посмотрим, как она сделана. Заодно посмотрим анимацию подготовки RPG-22 к выстрелу. Видим, что рикошет происходит. Да, он не отземлит, это бетонное покрытие. Поэтому тут можно сказать, что он летит под острым углом и происходит небольшой рикошет. Довольно забавно, на это будет посмотреть. Круто-круто. Также у нас несколько рендеров биноклей. B8, советский бинокль. В принципе, ничего необычного. Также у нас нам демонстрируют, уже до этого нам показывали, как работают прицелы в афтер-конфликте. Это то, что нужно учитывать направление ветра, влияние ветра. И здесь нам будут сейчас показывать, как можно... Ого, куда они аж улетели, нифига себе, слушай. Как нужно учитывать направление ветра и силу ветра при стрельбе. Мы видим, что если будете стрелять... Ну, где-то тут порядка 100 метров. Грудной мишень немножко уходит вправо. Здесь разработчик показал, что он будет изменять, вот видите, горизонтальную поправку. Но на самом деле, это не обязательно делать. Можно просто брать вот такую вот поправку. Именно немножечко отвести влево и выстрелить. Таким образом, просто наглас сделать такую визуальную поправочку. Но то, что здесь будет реализовано именно влияние ветра на пули, это также меня просто не может не радовать. Туман, который может быть благословением для игроков, более ориентированных на проникновение. Так же, как и проклятием существования стрелков. Давайте-ка посмотрим на большем разрешении. Видимо, будут погодные условия. Это также немаловажная деталь. Но здесь вот именно будет прорисовка на уровне сквада. Главное, чтобы это не было постоянно такое. Ну, в лесу и вот такой вот туманчик довольно атмосферно смотрится. Я так понял, это форма ГДРовцев. В 80-х и 90-х годов. Да, ГДР. Униформа. Такой вот камуфляжик. Ну, в принципе, не будем на этом зацикливаться. Что еще у нас есть? У нас есть тут, показали взаимодействие авиации, а именно вертолетов Ми-24П с окружающим миром. Давайте так скажем. Ставится ракетное заграждение С-8. Такие неуправляемые авиационные ракеты. Выглядит эффектно. Также хочу здесь обратить внимание, что на довольно большой дистанции все это рисуется. То есть, вот здесь, с этого ракурса, у меня просто это как будто арма. Реально. Как будто я смотрю на арму какая-то максимальная. К сожалению, нет 4К, чтобы посмотреть. Можно будет тоже стрелять по противнику, что тоже немаловажная деталь. Для того, чтобы ощущать поле боя, так скажем, в большем масштабе. Потому что, ну, на данном моменте сквад мне не очень нравится, как он реализован. Но, видимо, что здесь будет именно реализация карт, как в Лед Лузе, на масштабность сделана, а не как в скваде на локальные какие-то столкновения. Ну, давайте посмотрим, как работает нары. Таким вот образом. Единственное, что мне непонятно, это будет вызов поддержки, так называемый. А, он еще по танку отработал. Это будет вызов поддержки в плане неуправляемости. То есть, это заскриптованная будет тема. Либо же это будут летать игроки. Блин, видите, как вот он откидывает тепловые ловушки. Довольно красиво смотрится. Ну, тут грех на это пенять. Применение Птура 9К-111 фагот. Давайте-ка посмотрим, как он здесь работает. Таким вот макаром. Тоже довольно, кстати. Блин, прикольно. Летит. Забавно, забавно. Реализовано. Ну, БМП еще видно, что сыровато. Не будем на это заострять внимание. Еще показали высокодетализированную модельку грузовика М939 для натовской стороны. Ну, для тех, кто играл в сквад, как бы ничего сверхъестественного мы не видим. В принципе, на хорошем уровне. Детализация на 2021 год на твердую на твердую четверочку с плюсом, скажем так, потому что не сверх какая-то уж убер там детализация. Но опять же, это все только по скриншоту, как это выглядит в самой игре. Тут надо смотреть и вот анимированы ли эти все стрелочки, как смотрятся вот эти вот таблички с надписями. Автомат стоит. Прикольно, прикольно. Короткая и простая демонстрация горящий БМП-2. И, в принципе, видим, что на этом отрезке видео, что у нас тут мехвод, видимо, стоит. У него АКСУ, то есть укороченная версия Калаша. А вот так вот горит у нас БМП. Дым работает приятно. Не хватает на самом деле еще таких мелких деталей по типу каких-то летающих, отлетающих искр. Было бы довольно... добавило бы какой-то такой глубины что ли этому явлению. А так как будто просто стоит моделька и просто в эту модельку поставили горящий огонь. И типа с него идет, как бы не видно, что даже изменилась как-то моделька. Моделька стоит как будто целая, а огонь просто внутри ее горит. Также на этом отрезке посмотрите гараж таких вот секций сделан довольно-таки близок всем людям постсоветского пространства. Вот такие вот домики частные, какие-то дачи, какие-то леса. Тоже приятно все это смотрится. В принципе если будут бои проходить в таких локациях, это просто я буду аплодировать стоя, друзья. Спасибо за просмотр, следите за обновлением этой игры. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока!